Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а видишь начало очередного ФФА-сериала Сидмерс Цивилизейшн 6. Продолжаем знакомиться с новыми нациями из дополнения Rise and Fall. В этой партии я играю за Кри против пятерых соперников, которым, кстати, тоже в основном достались нации из нового дополнения. Против меня будут Шотландия, Нидерланды, Грузия, Австралия и Арабы. Традиционно прошу воздержаться вас от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников и приятного вам просмотра! Ну, понеслась. Поехали, вперед, ура! Смотреть, где мы тут появились. Как нам стоит поставить... Ммм... То есть я могу, конечно... Стоять, это тоже побережье, блин. Блин. Ну, походу, тут только надо ставить. Потому что если я отхожу, то я теряю еду вообще всякую. От лошади еще отойду. Сюда идти. Тут то же самое побережье. В какую сторону ставить, фиг знает. Так что я бы просто тут остался бы, наверное, и поставил город. Так, еще бананы. Отлично. Так, вот тут город под Петру. Есть. А, у них сразу разведчик очень крутой у этих ребят. Так, ну... Нам вообще вырубку леса надо бы... Я бы это... Вообще, три клетки надо обработать. Блин. Ну, придется животноводство, то есть лошадей. У меня нету орошения, чтобы ускорить. Вообще, место не очень, честно говоря. Чего-то не несется как-то. Ну, я хожу тут. Я просто пришел и... Вести обман. Так, давайте посмотрим наш уникальный способ. Все союзы дают коллективную видимость. Ваши торговые пути дают плюс одну пищу за паундмейкером в лагере. Или на пастбище в конечном пункте. Ага. В лагере пастбище дают еду. Торговые пути... Так, и золото. Еду и золото. Доступный торговый путь и бесплатный торговец после изучения гончарного дела. Мечейные клетки в радиусе трех клеток вокруг города Кри переходит под контроль Кри при первом посещении их торговцам. Тоже неплохо. Так, уникальный наземный юнит надо... Угля, я, конечно, его строю. Но надо... Но... Есть... Оки-чито. Что за... Юнит... Сразу бы... Так... Оки-чито. Что он отличается от разведчика? Сразу с одним повышением и все, да? Просто одно повышение. Три очка перемещения, 20 бой. Потому что мне 15 секунд не двигались. У вас тоже? А, еще и мощь на 10 больше. У меня двигались. Ага. И плюс... Плюс... Одно золото, если... С редким ресурсом. И плюс одну пищу за каждые два соседних бонусных ресурса. Слушайте, так надо ее устроить. Ну вот, например, вот здесь. Два бонусных ресурса, пожалуйста. Что взял? Каменную вкладку ускорил. Ну, нормальная, у меня краска, у меня нету. Наверное, еще одного своего этого оки-чито построю. Так, надо бананы купить. Как раз три еды там будет. Это стандартный мир, да? Угу. Что плохо? Мне нравится. Да слушай, я просто не был уверен, что он стандартный мир. Много холмов? Угу. Скорее, нет равнин вообще. Так, правильно. У меня луга заливная, этот. Тут красиво. Шотландия все логично. Шотландия, мне кажется, так и должно исполнить, как и в горгах. Ну вот, все еще глюк. 5-3 показывает здесь, хотя правильное 4-4, конечно же. Так, давайте тогда уникальное улучшение, это гончарное дело откроем. То есть я обработаю, здесь поставлю. Вот это уникальное. Вигвам. Здесь, наверное, вигвам и лошадь обработаю. Ну тут город для Петры. Неплохой. Надо подумать только где. Ага. Первый встретил город-государство. Будет пантеон. Так а какой пантеон взять? Пока не знаю, какой пантеон брать. Вера у меня и так есть, так что я против варваров и производства. На пантеон я и так набью. Сверху, я просто хочу вот это сверху поставить, потому что я явно буду тут тоже город ставить. Меня смущает, что это побережье, а не озеро. То есть надо 4 города ставить. Где-то тут, где-то тут и где-то сверху. Что это за звук был? А, это повышение. Пожалуй, проатакуем скаута, а то он пойдет рассказывать все о нас. А, это звук пантеона как раз. Денежку нашли. Здесь строители. Так, какой пантеон взять? Ну, видимо. Видимо. Искру божью. Просто по... Ну, тут плантации культурами. Мало плантации, я вижу. Пастбище вообще одно будет вокруг. Никакого человека скаутся клеем, а потом оставил его. Блин, неужели он-то добежит? Очень бы не хотелось. Так, торговец есть, но нам его лучше никуда не отправлять пока. Пускай сидит, отдыхает. И откроем горное дело. Так, строим строители, а потом... Собственно, можно поселить. Блин, у меня как-то медленно растут. Ну, вот, давайте, сколько я имею в виду. Да, еще два производства. Круто. Да, к сожалению, это вот это не складывается. Типа, если бы разные были ресурсы, может, тогда бы сложилось. Ну, вот я, к сожалению, в нормальную эру вышел. Но тут по-другому не получится. Закри. Как мне кажется, потому что у тебя уникальный юнит, сразу уникальное улучшение. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да, и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Леша играет». Сейчас начнет лагерь спамить юнитов, как мне кажется. А нет, не прибежал он туда, смотрите. Так, где кого я встретил? Здорово, Нидерланды! Я тут нашел, короче, место, скотч и холмок, мне кажется, где-то тут Шотландия должна быть. Так. Уходи тогда отсюда. Тебе тут не рады. Рады. Ну, тут, наверное, будет. Никого не хочу видеть до античности. Уходите. Так, монитор, выключи монитор просто. Тоже вариантом. Мы тебе скажем, когда античность настанет, включишь обратно. Где-то в тридцать первом ходу настанет он. Да, закри, по-моему, в древнем мире практически нереально темного века, не избежи... ну. Мы поняли. Ну, сложно, да, уникальный юнит шли. Уникальный юнит, уникальное улучшение, и шуте есть. Когда ты найдешь себя в стакане, прекратите дыгать. Ну, я думаю, что кого-то встречу. Здесь столько тут пшенички вообще. Так, ну, придется орошение открывать без фермы. Потому что тут это никак не ускорить. Блин, надо думать, куда город ставить. С реками, конечно, вообще беда. Ну, вот, конечно, река здесь. Но тут нет ресурсов. Только этот... Янтарь и все. Надо там ему сделать повышение на холмы. А, вот тут речка какая-то внизу. Это интересно. Это интересно. Мне компьютер предлагает тут поставить город. Что-то задумался, об шестой циве вообще есть ограничения для постановки города в плане... Сколько это клеток от других городов? Да... На четвертую только... Четверку нажимаешь. А мне компьютер предлагает через одну клетку от столицы ставить. А, у меня там тоже висела штука. Какой-то бак. Да, это похоже бак. Лазит и, говорит, сюда стыкай. Ну, я еще один легман, наверное, поставлю вот здесь. Пока этим рабочим. Вот будет три клетки обработаны. Ну и новый континент надо найти. А, не расскажите, кто-то зеленая Австралия. Не расскажите, кто на каком континенте. А, блин, я на... Я на белом рядом с Австралией. Прямо вот рядом. Это твой первый город или второй? Это второй, по-моему, да, австралиец? Австралия. Ну, блин, тут уже... Молчит, значит, молчит. Ну, вот тут надо ставить город. Слушайте, тут ничего. Так, смотрите. Камень, рис. Холмы возьму. Да? Тут мне очень нравится. Недалеко, как бы, от столицы считается. Вот тут, конечно, будет такое место свободное. Вот здесь, где у меня, собственно, стоит... Мой скаут. Отличное место. Производства мало. Единственное, что... может расстроить. И тут, кстати, можно подумать с городом. Может здесь, где поставить. Слушайте, ну это ж не чудо. Это просто горы. Это просто горы. А где мы грузина встретили? А где мы грузина встретили? Здесь. А, вижу. 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 Ну, тут уже чьи-то города стоят, смотрите. Австралия. Голландские города. Да, твой второй город, я так понимаю. Выпирает. Ты на север не будешь больше селиться? У нас. Кумаси хотел, чтобы я построил вигуан. Ну, не знаешь как. Как узнаешь, скажи. Нет, я прям рядом и оставлю город на четвертой клетке от своего. Нарику. И еще один будет, где там твой дубинщик лазит. У тебя есть куда селиться? Или ты в море уперся? Ча? видите даже как бы с этой лояльностью есть в некотором смысле разграничение в море будешь играть или денег населиться потому что в море курс где не стоит ставить города возвращаю дуболома чтобы он тут не может быть занимался так сам разбирается город где ему что ему обрабатывать но слева с нам нормальная мисс слева там торонто справа и голландия слева грузия но если ты мог говорить это нормально обсудили я уже привел посела давайте думать сверху я как вот это хороший можно жать четверку должен видеть на экране занимаю куда мне ставить город печально голландица дверь своего этого рабочего я похожу смотри остались по морю налево я не буду там селить там отличные места бананы и торонто еще заберешь и на юг там большое пространство ну насчет торонто я так не я думаю он сможет не знаю где чусь рядом со мной сентинент первый голландец с краю заглянулись у кого не давали еще кроме меня никого не встретил а грузин грудь и грузин никому не встретил ты рядом с нами я не пойму голландец и грузин вы никого не встретили что ли шуми так втроем где-то отдельно эти втроем отдельно красота они признали что они рядом я их тоже не встретил выдавайте крафт сменщип inspiration из америки хотя подожди не надо но тут наши полномочия все плюс 50 4 города поставить молотучу и свинина это хорошее место мне интересно кто с краю грузин или да а это аравия и австралия я думаю через так ну пустыни просто не прорезть или мы еще рядом поэтому ее и так много красота у меня просто клетка тундры раз-два клетка равнины и пустыни поселенец быстро строится всех свой недостаточного 2 так чтобы три жителя оставалось так тут ставим город а вот остальные города нет у меня нормальных мест ну давайте подумаем предположим здесь принтер янтарь уходит чтобы янтарь был надо где-то тут ставить да мангу аскриченов тюбрин габанки афориста ищин а бир мишняшка все-таки астопозитив аспекта в трейдой спорта шоу the world gets third up together морских юнитов плюс 2 золото от торговых путей торговца можно построить перебрасываем в местах и сипик да тут направо по морю неплохо селиться не знаю что тут вообще австралийские места одно равно ждем посела но я до сих пор не знаю куда его вести плюс население это здорово так мне сейчас я сейчас хочу мне нужен город государству паузи а ну м с краю получается не светит темно так ну и куда есть апельсины да то есть я вот могу около зима укази сопоставить ну то есть вот это город попробовать на всякие чудеса с пустыни за тут наверное ставить чтобы пирамиды тут можно было построить камень апельсины номером сюда пойдем поставлю а где тут грузин город города грузина даже не видны там только если первым до находишь дает чё надо чё те подождите рановато караман давайте поселенцы продолжу поселенцев клепать 66 интересно это конечно карта получается в принципе как с одной стороны города есть куда ставить но они такие дурацкие все получаются что и в общем-то и некуда купить тут рабочего что ли ну благовония обработать там и гипс можно обработать а сколько любой специализированный район надо наверное кампуса бахнуть так я думаю все таки тут поставить город если чё и гавань возможно вот 4 надо думать либо сюда либо сюда а а куда лучше непонятно вавилон у нас голландец нашел а и грузия нашла утреннее море что здесь получается тут внизу проход у грудь грузина есть очень странно здравствуй гусеночек привет так тут нифига нету возвращаемся обратно где-то меня нашел мне сложно объяснить или скаут там стоит скаут этого его увидел то есть остальные ребята где-то за тобой там да ну австралия тут есть а дальше не знаю короче опять карта дебильная сгенерирована тут слева походу куча места а мы с этим модом на карту играем или нет я забыл да с модом да я посмотрел а вот можно открыть внизу ну если хотите можем быстрее конца нова начать то не играем чего по-моему всегда интересно иметь и забывание индейцев не нравится потом включу может позже музыку эти постоянные вопли и чтобы грузинский этот хор был не подождите это же не показывает что его грузия встретила просто кого я встретил ему это не факт что и грузии его встретил так нехватка счастья давайте купим все таки строителя и обработаем клеточки а да тут же еще торговец захватывает все клетки по тому пути которому он идет я не забыл что у них тут такая способность классная так а давайте-ка я тут тогда закончу торговца один ход а потом продолжится у меня поселенец блин шесть ходов осталось а мне один одну очку эры надо да это внутреннее море по ходу тут все таки грузин мог пройти а Но у меня странное место Все равно Как ни крути Тут же еще, понимаете, надо так, чтобы Влияние чужих городов было не очень большое Поставить Так, это Вместо Васис То есть Желательно, чтобы ваши города плотничком стояли Влияли друг на дружку Так, 30 Ладно Пойду сюда В общем, все пришли сами ко мне Красавчик Кроме Лёша Все, вообще, на керте есть Золотой век Золотой век будет Нет, это еще и золотой могу спить Теория Ну, надо построить А я успел У меня золотой будет Это круто А я пытался, не получилось Да Ну, да Ну, закры, я так понимаю Тут вообще как-то сложно Во-первых, у них скауты сразу То есть Ты ходишь и тебе Куча скаутов С прокачками неплохими Ты кучу карты видишь Соответственно, получаешь очки Во-вторых, они уникальные юниты Это плюс Сколько? Четыре очка или три дают Плюс уникальные улучшения Производство варвары Может уже Так Во-вторых, мы нанимаем Магнуса В столицу Ну, это Отъедание городов И будем вырубать Сейчас вот тут Леса всякие С его помощью Храм Храм Артемиде Отличное чудо Кто построил? Думаю, Австралия Нет 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 Грей Шотландия Ты же хитрый Позлый Шотландия Да мне тут что-то на старте Выдали 20 промки в столице Я подумал, что можно так Так, а я встретил Три ГГшки Да, встретил Ну что, там, видимо, грузин будет Пока смотри Хоть это пустынные холмы будет, чем занять О, все нашли меня Леш, это ты знаешь, что ты меня нашел Дал мне золотой век Спасибо тебе Ну, с тебя 200 золота Ага Я и так главный защитник всех свободных наций от игры Почему? Ну, как, почему Я готов подписать другу со всеми Можете Так, а я не взял Строительство И вообще надо А какое я чудо могу тут построить? Наверное, никакого Висячие сады Рядом с рекой Ну, вот теперь вопрос У меня был такой план Либо сюда ставить город Либо сюда ставить Ну что? Золотой век Я кромлихи У меня танец аврора Ну, круто Правда, я все равно не буду брать Религиозную, скорее всего Блин Голландия Я не знаю Я не знаю Что на него сейчас Все мое Голландию нашел Охренеть Ты так рад? Да Просто счастлив Да Кампус у меня В этом городе у меня кампус точно без Бонусов к соседству Блин, нифига не успеваю Ну, что за Это фиаско, братан Так Мне надо определиться, куда ставить Это место никуда, конечно От меня не уйдет Тут Никто там не будет город ставить Естественно По идее, мои места вот сюда В эту сторону Потому что Путин где-то внизу О Реликвия Здорово С другой стороны Тут вообще Место без Ничего Если уж так Откровенно говорить Голландец тоже Тут не будет город ставить Это точно Да, наверное, надо сюда идти Мне почему-то на овцах предлагают Но я тут поставлю Блин Ну, вот реально Все места Голландец уже кампус Подговорил Ты посмотри Пойду сюда Австралийцам А, нет, вру Это священок Не, вообще, наверное Коммерческие районы Надо Исследовать Производство Поселенцев Давайте, наверное Так, против юнитов Давайте создание юнитов Поставлю И Создание строителей Так А тут пойду все-таки В коммерческие районы Так, прокачиваем Магнуса Чтобы Мои караваны Кучу еды Приносили В города Бонусный Бонусный Вот тут Вегван Будет Круто Стоять Кстати, мне надо В Петру Пойти Там все Неплохое Шотландцы Будет Знаешь, чем Проблема Петра В игре Одна А холмы Пустынные Везде Мы Дерем Дерем Сил шотландских Кто там У тебя Горц Ну, вот это Видите Вот эта Территория На самом деле Моя То есть По-хорошему Арму И Кумаси Я могу Захватывать Тут где-то еще Можно будет Город поставить Например Мать Увикого Пророка Так Золотой Век Вместе С Шотландией Все остальные В нормальной Зарение Дает Дополнительно 10% Стоимость Технологии Вдохновение Так Все строители Получают Плюс Два Очка Перемещения Можно Покупать Гражданские Юниты За очки Веры Поселенцы И строители Еще дешевле Я бы Монументальность Взял Сейчас Для развития Самое То Еще Строитель Вера И я За Веру Могу Как раз Покупать Строителей 40 Веры 40 Так Вообще Надо посмотреть Что еще Вот тут У нас Ну Теперь Желательно В античности Подольше Посидеть Да Только Вот Как Не Ускорить Медь При Вырубке Дает Золото Не Производство То есть У меня Тут Для Ускорения Только Луга Ну В смысле Лиса Вот Только Если Может До Камня Дотянуть Еще Камень Можно Будет То есть Если Я тут Хочу Петру Построить Дотянуть Так, оставлю, пока я здесь куплю еще в этом городе, в четвертом. Ага, вот грузинские города. Ну что, правительственную площадь сначала вырубить надо. Давайте строителя, потом галеру, а потом, может, правительственную площадь построим. Вот это, как бы, он город хороший, но мне не нравится его расположение. Потому что, если, например, окружит его голландец, то влияние будет очень сильное, и он к нему отойдет в итоге. И в этом нет ничего хорошего. Ускорили навигацию по звездам. Так. И цитрус его надо будет обработать. Варвары, ну, с ним дети, ну, что они там в тундре. Строители завершен. Еще два хода. Давайте прачников. Нет, три прачника нужны в любом случае. Ну, давайте думать, вот, а какой план у нас может быть. Воевать с голландцем нет, потому что он далеко. Так, возьмем, пожалуй... Давайте сначала все города с районом. Давайте, наверное, олигархи, потому что античная республика пока просто мне нафиг не нужна. Так. Вот Вавилон. А, у меня пока просто нету послов, поэтому берем олигархию. Плюс два влияния. Ну, и тут, наверное, золото от торговых путей. Удваивать юнит, мне кажется, нету смысла пока. У меня, конечно, мои эти уникальные юниты, но... Пока так. Так, я встретил Торонто. Вырубим лесок. Один ход. Блин, я обработку бронзы бы еще исследовать, чтобы... Еще всех пророков Вадим ход разобрали? А, мне ждали. Ну, тебе понятно, что бесплатно. А, там один еще до этого запланировал. Все так в религию ломанулись. Не, ну, грех за арабы, не пойти в религию. Только раз у всех есть своя, куда-то снимешь. А, у меня нормально, у меня бесплатная вата, так что? Тротом подменяем. Ну, не подменяем, ладно, нормально стоит. Тротом столице, то отлично. Компуса по 4 у него, конечно. Тротом. Компуса по 4 у НЕ. вингрей центр коммерции мне как ни странно гаванерного надо будет в эту сторону ставить что там внутреннее было чудо подо мной прикинь корабли никуда не будет выплывать поста вот в двух шагах я его первым еще нашел то есть остались его профука а нет не нашел он был все нормально я уже думал прям было с волосы рвать блин ну и что и центр коммерции пока некуда ставить поиску пусами вообще никаких плохо красная нет тут надо не строить еще одного врача доставлю тут город поиску блин в оборонительную тактику тогда пошли пока или давать нет да наверно оборонительная мистицизм возьмем посла посадим вавилон тем не бы и в торонто в принципе только в столице при строительстве чудеса ход управляем в бавилон и открываем военную традицию один ход а потом идем в оборонительную тактику блин я чтоб галеру хотел построить между прочим и 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 dream и ему и и и и и и и с спецназа надо попробовать три разных надо еще кампус блин давайте что тут надо центр коммерции красный в этом месте строить свинок не добавим ну это половина карты примерно понятно раз два три 4 то есть мы не видим еще только австралию аравию аравия где-то сверху я так понимаю то есть австралия где-то тут должна быть карта понятно то есть из общего такого плана вот я могу эти города государства захватить например что у нас по науке примерно равная так вот гладите него кампус построил по культуре тоже так армия у араба имеется и всех ну и меня но у меня наверное скорее за счет так пока не буду никуда отправлять а что хотят торговый путь военный лагерь военный лагерь ну кстати может быть военный лагерь вот в местах и сипик создать после коммерческого как раз три района почему нет так раз два три города ну кстати у грузина тоже не очень места прямо скажем давайте тут кампус а тут давайте сразу военный лагерь строить блин денег не хватает в сторону голландца естественно надо наверно вот сюда с ракет хватит у нас еще хватит да я тут хотел поступаю купить заверу рабочего но я жду сейчас постройки рынка может куплю торговца да отлично собственно и рабочего могу я позвоню вас кто будет строить торговец так здесь покупаем что это началось такое фигня где где война объявлен ну судя по армии качечка готовился к этому ранее спонтанно вышло 290 против 65 средняя спонтанность без арчи спокойно посидим домики поиграем сказал качечка я за него я завещаю я не сказал что не надо компаса будет строить в большом количестве я там замещает его сегодня голландец так ну что строителей давайте вырубим джунгли построим трюрему надо как-то производства да например этот камень обработать австралии австралии австралиец что там у тебя г.г. расскажи нам не рассказываю а что же мечников по одному ходу строить у него железо не обработан там зима лучников в общем злой то все мы поняли уже одну лошадку потерял наверное какая-то может быть тьма лучников при количестве армии в 56 ну сейчас уже про 3 было это же на прошлый ход сказывается 3 это дофига конечно против 4 лошадей тут полем не хрена так вниз меня на цвет плечусь а городов государственной такой карте 9 до или 55 на полтора количество игроков стандарт 55 веры стоит строитель а денег 110 надо вот не знаю камень не хочется вырубать чтобы ускорять так куда мы этого отправим сюда ну тут вот внизу мне осталось исследовать но я хочу этим уже вылечиться вылечиться этот пойдет что тут варваров дофига внизу и считайте уже пипу лукана файн саймфа рекреа сен ассуна ролейте тифайн таймфрил нас уже цель саладин не надо тебе пришло чес обычно за счет из-за чего ну какая причина посмотрим захват мельбурн а уже столицы захвачен грит у него тьма юнитов там за два года захвачены столицы класс ну ты вышла так у меня такой вопрос а как-то морские юниты можно перебрасывать из одного моря в другое вообще хоть каким-то образом может через город не в воде нельзя морские нельзя только адмирал печалька а если аэропорт на воде с вертолетами катер ну лагерь бесхозный так пожалуй пока не буду галеру тогда еще строить построю правительственный район вот здесь так пока математику отложим кстати тоже третий район будет и исследуем гавань нужно рабочих наверное сюда везти вместо васис вырубать эти клетки вот вот этих двух рабочих надо вместовать из одного на на лес другого на камень чтобы построить здесь не блин у меня еще клетки эти не везти везти этот на чем еще из кумасе караванчик идет он стал целью а кто взял кто участвует в союзе расскажите не держите в себе он участвует только австралиицы блин качка у тебя все еще варвары ты прибежали я объявляю войну я не под шаг делать это к нему так стоит ли строить центр коммерции или лучше гамань уже построить в маскателл тут двойна кровь и ночью ничем бог в кампус ну ты нельзя мы сейчас клетки покупать по нужно утепляем сколько здесь будет вот сорок нет так что я купил вот эту еще клетку надо здесь будет следующим ходами могу не купить мы ничего не поняли да без каких-либо ограничений да кстати я хочу найти что по поводу ядер предложить какую тему никакого ограничения но то есть аналог голосование в конгрессе против ядерок в тот ход когда падает первая ядерка в мире было когда проводится испытание ядерного оружия все страны такие ой как это опасно и вот тогда среди оставшихся игроков проводится голосовая запрет ядерок или нет но один ход ядерки все равно могут падать в тот ход когда на первое первое падает если же запрет проходит то дальше собственно запрет на ядерки если нет то с ядерками продолжается я не понял можно просто одну ядерку вход кидать все каждого стратегического ресурса в городе или это мне нужен давайте виктора вместо хисипик у меня проблемный город здесь пускай сидит оракул так ускорилась математика нифига не творилось так что правительственный район не считается третий али еще кампус надо построить не было три района как с кампусом будет 3 так монумент давайте строителей или блин или зал приемов от строителей куда ведет ему наверно где-то вот здесь надо ставить город на голодец там разогнался с кампусами заменил арчи тут внизу посмотреть что у шотландца но петра строится блин я тоже хочу петру но ему вроде ничего подрубать нельзя а я попробую загляните на консал вор точка ру а на этом пока все продолжение завтра спасибо что досмотрели до конца я тот кто сделал это видео и пользуясь случаем хочу вас попросить не забыть поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите на своем экране играйте в умные игры и всем пока